В Люберцах завершился открытый турнир по тэквондо Кубок Победы. Дворец спорта «Триумф» принял более 150 юных спортсменов из Москвы и Подмосковья. Как прошли финальные бои, расскажем в сюжете. Максим Калугин занимается восточными единоборствами 6 лет. Обладатель красного пояса претендует на третий спортивный разряд. В финальном бою люберчанин встретился на татаме с не менее сильным соперником. Победа далась нелегко. Это был действительно очень мощный спарринг. Мой оппонент хорошо делает, у него хорошая растяжка, хорошие ноги. И мы с ним прямо, я считаю, на равных шли. И где-то я ему воткну, где-то он мне воткнет. Я считаю, что это был прям показательный бой. И все наши спортсмены должны равняться на такое качество боя. Почему-то после рук бьешь передней ногой только постоянно, понимаешь? Ты должен сходить из ситуации. Судьи оценивали спортсменов в двух дисциплинах. Спарринг, в котором демонстрировались бойцовские навыки и отработка технических приемов. И комбинация атакующих и защитных движений. Туль. В Туле в первую очередь смотрят на технику и на красоту исполнения. Чтобы спортсмен правильно и грамотно выполнил комплекс. А на спарринг, конечно же, кто заработает больше баллов в спарринге. А баллы они получают за правильные попадания технические. Руками, ногами в спарринге. Для нас это не просто турнир. Для нас это память. Память наших прадедов. Великого советского народа, который отстоял нашу родину. Мы растим будущее поколение. И формируем нехарактер защитников нашего отечества. И этот турнир, это, наверное, главный турнир, который мы проводим. В Люберцах турнир по тэквондо «Кубок Победы» проводят с 2016 года. В нем участвуют спортсмены в возрасте от 7 до 15 лет.